итак ребят всем привет сегодня у нас немножко необычный ролик еще не снимали пока ничего такого похожего короче тема данного ролика сегодня такого приобрели мы себе новую игрушку новую бензопилу это штиль мс 462 сейчас сделаем краткий обзор на данный аппарат сделаем первый запуск распаковка чек так сказать ну чё я знаю расскажу про данную пилу покажу кому интересно смотрите смотрите видео до конца ставьте лайки комментируйте спрашивайте не стесняйтесь чем сможем так сказать с тем поможем а и вот не могу не похвастаться вот штиль подарил бейсболку стиль timber спорт так что что начинаем и так вот коробка с данным агрегатом вот так это все выглядит конечно я уже ее распаковывал смотрел что-то в наличии достаем оба на вот она такая вся красивая новая ладно сейчас вернемся в пиле что у нас еще одна крепко стиль здесь это комплекте не идет это покупал отдельно доп упор поставим тоже гарантийный талон намер ключ под гайки отвертка подарочный набор раньше все шло инструменты ключи то есть шли в мешочек серых стиль зажал все делает вот таких обычных пакетах это комплектация нас а комплектации чё тация у нас без шины почему-то шину мы будем ставить свою шину у нас на данный агрегат имеются и 45 и 63 будем ставить будем пилить так это пила у нас ты пришла на замену так сказать стилю 361 штильку старичку нашему сейчас его покажу для сравнения наш старичок вот наша новинка отведите пройдемся наверное по внешним отличиям признакам что в этой пиле такого нового но как видите здесь цельная крышка фильтр вот она все закрывает не так здесь располовинина ребята хвалят не так и залетают опилки крышки цепи отличаются здесь уже стоят гайки не теряйки на крышки все такое новенькое так сказать даже муха нет ничего не делала там здесь обычные гайки 462 мс мощностью 6 лошадиных сил 44 киловатта мощность 361 стиля 34 киловатта 46 лошадиные силы полторы лошадиные силы разницы ребят но в чем фишка данной модели она весит чуть чуть больше чем 361 так для чего покупалась данная модель данная модель покупалась на замену 361 потому что вес все то же самое как и 361 тока мощность в полторы лошадиные силы больше соответственно я буду наверху когда буду пилить я буду там более быстро более эффективен буду более быстро выполнять поставленную задачу ну соответственно я не буду так уставать быстрее будут работа работа двигаться значит быстрее слезу так сказать дерево и так по ручкам здесь тоже на рычажное одноручное управление как 361 так и 462 единственное отличие 361 мы когда глушим с первого положения флажок обратно не возвращается то есть следующий раз когда заводишь ты нажимаешь декомпрессор ставишь флажок заводит здесь же когда ты заглушил поднял пустил рычаг вернулся обратно в первое положение то есть ты сразу берешь и заводишь так сухой вес этой пилы я сказал 6 килограмм 361 сухой вес 5 и 6 то без разницы 400 грамм ну это не особо почувствуется на самом-то деле на высоте так что что еще по 62 так что мы здесь видим здесь уже крышка открывается то есть здесь ключевой доступ 361 440 но это кстати пила 462 пошла на замену 440 440 такой был квадрат побольше потяжелее 361 в принципе тут было все внешне плюс-минус похоже но здесь фильтр фильтр мы можем добраться без ключа так что пока 361 сторонку крутили крышку оба на вот он куда-то вот двигатель здесь стоит 2 микс включается фильтр новый вот так выглядит быстросъемный неудобно все за счет у нас там декомпрессор свеча двигатель 2 микс уже сказал так карбюратор у нас подрессоренный это сделано для лучшего приготовления смеси что еще поставим пока крышку на место удобно ну что вот крышку поставил пока непривычно первый раз ничего наловчимся будем делать это быстрее и так что скажу по пиле пила профессиональная высокопроизводительная пилил как-то раз довелось такая она очень маневренная предназначена для валки крупноразмерной древесины шины какие ставятся сюда от 45 сантиметров до 75 компрессор стоит для легкого запуска ласта старт системы запуска подпружиненном 361 в принципе то же самое здесь уже глушитель такой интересный с нержавейки красивый там на 361 железяка отличная что здесь видим еще а вот такая жирная четкая но пока новая на 361 тоже такая линия для направления валки линия для шины по пробкам тоже бесключевой доступ так сказать открывает все такое чистое пахнет но новым новьем пахнет завтра этого дела будут в работе ребят забыл сказать сейчас нему крышку покажу еще про заслонку зима лето здесь довольно такая она интересная тоже отличается от первого заслонка здесь вот придумали сделали вот она вот эта заслонка зима лето здесь видите все расписано то бишь когда лето перекрывается и теплый воздух сюда не идет на зиму берем ставим и закрываем чтобы теплый воздух шел на карбюратор и там все грех сказать пока у нас тепло мы ставим ее обратно как она и была все такое новенькое говорю даже завтра жалко и и заводите работать и но никуда не деться аппарат был куплен именно для для этого ну здесь это регулировка винтов на карбюратор лучше это делать сервисе лучше туда не лезть короче ребята доверяйте работа профессионалам покрышки говорил ли да что ставится доп упор я его достану секунду и так вот до установил дополнительную пору так это выглядит более так сказать брутальный симпатичней ну и получше будут впиваться в древесину пока не поставил крышку здесь еще новое заметил вот стоит цепо влавливатель как правильно горитто и он часто обламывается допустим на 361 обламываться и соответственно никто его обратно не ставит и в 361 следующий раз когда рвется цепь она бьет в бачок вот сюда и разбивала бензобак здесь видите уже доработали это понимаю и поставили жестянку какую-то железку защиту а я не скажу что у меня на 361 он когда-то разбивался это просто такая информация в интернете в ютубе смотрел там ребята рассказывают здесь дополнительная подача масла ставишь большой цепь масло подачу увеличил чтобы так сказать доходило масло до конца шины и так ну что сказать по внешним характеристикам вроде бы все рассказал так вкратце по-быстрому довольно такой интересный дизайн пиле симпатично выглядит современно осталось проверить на практике следующем видео свалим пару деревьев протестируем и а там уже расскажу полностью свои впечатления данную модуль а сейчас пока поставлю шину цепь и заведу посмотрим как она будет работать сейчас буквально минутка и все будет стоять ну что заводим нажимаем декомпрессор нажимаем рукоятку ставим четвертое положение тормоз 1 поднимаем флажок бакетarp to be and or Вообще, кончета Это не пила, ребята, это же дачный метр И вернулся флажор Ну что Смотрите, комментируйте Спрашивайте Завтра будет Этот аппарат уже работать Так что Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, комментируйте Подписывайтесь на канал Дальше больше Дальше сделаю обзор На свое снаряжение Вот висит старый комплект Пилы, какие у нас есть Все полные Это не все, там машина загружена инструментом Так что До новых встреч Остаемся с нами, комментируем Короче, не буду повторять Тавтологией заниматься, повторяться Всем мир, до новых встреч Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok